Ну а перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать вам канал МиниДок. На его канале вы сможете найти смешные нарезки из разных интересных игр, розыгрышей скинов из CSGO, а также стримы. Ссылка на канал в описании. Рекомендую. Всем привет, с вами Эмбро, продолжается наша кампания Закитай. И чё у нас по планам на эту серию? На самом деле у меня их здесь очень много накопилось, я посидел подумал, чё нам нужно сделать. Во-первых, нужно как-то разобраться в Северной Корее, потому что уже какая серия идёт, а мы никак с ней вот начали в первой, а уже сколько времени прошло. Поэтому нам нужно отправлять добровольцев, конечно, сейчас мы это делать не можем, потому что не хватает процента мировой напряжённости, и, мне кажется, мы его не докопим. Поэтому тут можно, знаете, что сделать? Закон об интервенции, с локальной безопасностью перейти на ограниченное вмешательство. Потом, конечно, можно и дальше пойти, если это будет иметь, конечно, какой-то смысл. Также, насчёт Японии. Сейчас мы не делаем в ней переворот, мы не делаем её марионеткой, ну, марионеткой потом сделаем. Всё дело в том, что сейчас она сама перекатывается в коммунизм, посмотрите. Потом она ещё проводит революцию в Корее, потом в Тайване, потом надеет, с нами альянс сделать. Вот, ну, я к этому времени уже, наверное, её присоединю. В общем, посмотрим. Главное, что делать переворот не нужно, и тем самым париться, рисковать, потому что переворот — это очень большой риск. Можно и посраться с страной, начать гражданку и вообще всё испортить. А сейчас она сама перекатится в нужную нам идеологию, потом накоплю влияние и прожму марионетку. Всё. А вот насчёт революции, она же ведь может сделать её в Тайване. Мы с Тайванем ещё пока не разбирались, там блок фокусов целый огромный, плюс решение. Если она поставит нужную нам партию, то это очень сильно облегчит вообще с ним взаимодействие. Его можно будет взять да присоединить запросто. Ну и революция во всей Азии. Тут Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и ещё 32 страны. Япония на них получит цель войны. То есть сможет напасть. Фигеть. Прикольненько, ладно. Дальше. Насчёт Индии. С ней хочу я разбираться уже военным путём. Хватит из нас мира. Мы накопили достаточно очков безобидности, так сказать. Их пора чуть-чуть приопустить. Потому что у нас там больше чем нужно накоплено. Поэтому выйдем мы вот сюда вот. И я буду поступать агрессивно. Выйду в поддержку непальских маоистов. Гарантия Бангладеша, мы ведь с этими странами взаимодействовали. Нужно там немного поднять, правда, ещё влияние. Узбекистан, короче, подождёт. У меня просто политки не хватит, чтобы всё это провернуть. И потом будем выходить, в общем-то, мы в войну. Тигр в клетке. Но пока тут у нас будут проводиться, я так понимаю, стычки пограничные. Но это классика. У кого очень зоркий глаз, мы могли уже заметить, что это здесь за пятнышко. Что это? А это восстало Новороссия. В Украине, где правит Янукович. Смотрите. Восстал здесь Киселёв. Это как бы другой Киселёв. Но как бы тоже нормально. Автократы здесь восстали. В общем, воюют с этой страной не только Украина. Но и Россия. Россия воюет с... Так. Такое мне можно говорить вообще? Ладно, в общем-то, я не буду вдаваться подробностей. Как это произошло? Почему? Как-то, может быть, баганулось? Какой-то скрипт? В общем, скоро это падёт. Тут как бы вся Россия ещё подключилась. Понятно. Насчёт Крыма я не знаю, кто... Белоруссия, да. Насчёт Крыма, кстати, я не знаю, кто его передал. Или Россия его потребовала, Украина отдала и всё нормально. Либо же Янукович просто взял и отдал. Я не играл ни за Украину здесь, ни за Россию. Не знаю, какие у них там фокусы. Что у них там вообще по событиям. Как-нибудь нужно будет это, конечно, оформить. Поэтому, как бы, не знаю. А вот насчёт Белоруссии. Она тоже вошла в состав России. Вот так вот. Интересно у нас получается. Ладно, сейчас что делаем и по фокусам. Я думаю, что сейчас стоит пока что выйти нам в... Либо же сюда, либо сохранение революции. Сохранение революции. Может быть, сюда пока стоит выйти. Хотя, с другой стороны, нам бы сейчас экономику бустануть. А потом уже всем остальным можно заниматься. У нас, конечно, и так она бустанутая. Но если ещё посильнее. Тем более, здесь есть некоторые проблемы и вопросы, которые нужно будет решить. Пока давайте выйдем в неосвоенный рынок. Кстати, обратите внимание. Украина берёт Балтийский-Черноморский союз. Вопрос. Ты же в УДКБ находишься, нет? Клеп так. А, ну это... Это понятно. Так, а про российское правительство или ты не в УДКБ? Значка, по крайней мере, я здесь не вижу. Или это... Зоркий глаз уже не это самое у меня. Ну ладно. Делать она будет свой альянс. Это будет причём военный альянс. То есть, не как НАТО, не как УДКБ. Оборонительный альянс по механике игры. Силы Австрии. О, две военизированные у нас здесь страны. Милитаристы. Военный альянс сделали. Капец. Посмотрим, что они будут творить. По-любому, что-то задумали. Итак, пока мы тут берём фокус на месте и не сидим, я что сделал? Я наши танки... Ну, лишнее давайте уберём. Я тут два шаблона, короче, убрал. И сделал вот такой единый большой шаблон. Ширина фронта 60. Ну, в моде такая механика, тут другая ширина фронта. Кто забыл? В общем, вот такая вот у нас танковая дивизия. Самоходки добавил, чтобы была больше противопехотная атака, потому что здесь у танковых войск, ну, атака 11. Я прокачал, кстати, ещё танки. Я их реально прокачал, и атака 11. Капец. У пехотки обычный 7-й отсюда бронированный, конечно же. У самоходки 26. Самоходку, кстати, тоже прокачать надо нормально. И бронированный разведывательный танк добавил. Убрал я здесь зенитки, потому что, ну, не стоит того, там ширина фронта кривая становится. И убрал ещё инженеров. Укрепленос, конечно, десятку не давали, это вообще хорошо, но там такая ширина фронта кривая становится. Она хоть здесь, конечно, играет меньшую роль, хотя инициатива ноль. Наверное, не очень меньшую роль. Подожди, так у нас вроде бы... Или мод поправили уже, просто там обнова вышла. За Сирию, помню, у нас инициатива была под сотку, и там уже ширина фронта особой роли не играла. А здесь, я вижу, ноль. И как бы это такое. Поэтому не зря я ширина фронт нормально сделал. Государство России присоединяется к альянсу Балтийско-Черноморский союз. Подожди, к украинскому альянсу. Балтийско-Чер... Офигеть! Это здесь Литва, Польша, Румыния. Чем Молдавию не вступил. Абхазия, конечно, Южная Осетия. Оу, фига себе. А че Польша-то? Нормально так договорились они. Разобраться с российской агрессией? Что, блин? Чего? Какой... Они только что создали альянс. Украина пригласила Россию в альянс. Теперь она, походу, обиделась. Что-то не понравилось. И тут видели уже Россия-агрессор. Россия тебе помогает справиться с Новороссией. Ах, все. Потом туда вернемся. Нет, я это должен заскринить, короче. Это надо вот аж, чтобы вот так. Уф. Кому не лень, запостите в группу, сделайте красивенький мемчик. Я буду благодарен. А это если на память зафоткал. Так, дальше по фокусу выходим в социалистическую реконструкцию. С момента открытия китайской республики наша страна была омрачена растущим экономическим неравенством и распространением коррупции внутри Компартии. Служая экономическому развитию, наши предшественники забыли изначальную роль КПК. Служить народу. Пора возвращаться к старым путям революции. Просто важно понимать то, что сейчас у нас эти коммунисты, которые здесь сидят, они как бы, ну, не очень как бы они. То есть это не коммунизм, можно сказать. Поэтому мы здесь будем пытаться вернуться к нашим тем традициям. Конечно, не радикально, я так понимаю. Чистка ты капиталистов. А походу радикально. Чистка от иностранных интересов-то понятно. Вот капиталисты, мы тут ради чего-то вообще-то собрались все вместе. Китай-то. Ну ладно, чистка Компартии. Ну, конечно, они обидятся на нас. Конечно, отношение будет все равно одобрительное. Но обидятся ведь. А дальше, мне кажется, можно спустить. Таня потом вроде особо мы не понижаем. Но я на самом деле думаю реально потом ее убрать, если она будет нам сильно мешать. Потому что она здесь, ну, и не сильно-то и нужна на самом деле. Когда мы ее уберем, мы будем более таким сильным авторитарным правителем. И это нам будет только на руку. Тут можно заменить на что-то более полезное, мне кажется, на самом деле. Профсоюзы там вообще идеально. Или китайский предприниматель. Воу. А тут Компартию. Лучше пусть предприниматели занимаются. Так, ну, выходим, короче, сюда вот. Вон, видите, что у нас даже здесь в условиях написано, что Компартия должна к нам хорошо относиться. И таких фокусов с этим вот условием много. И как удобно то, что можно просто ее убрать, и уже этого не будет нужно. А я там что-то другое добавлю, и оно будет требоваться. Воу, прикольно будет. Потом выходим, в общем-то, о поддержку госпредприятий. Госпредприятия — это средства, с помощью которых мы существляем контроль над экономикой. Мы должны провести обеспечение, чтобы они оставались доминирующим актором в китайской экономике. Японию праздняет монархию. Движение, которое все больше приближается к коммунистической идеологии, японское правительство сегодня демонтировало хризантемовый трон. Положение японского императора. Первый император, согласно легенде, сел на трон около 650 года до нашей эры. А первый подвержденный император сделал это в 100 году до нашей эры. Так или иначе, японская монархия была самой долгоживущей монархией в мире. Все приходит к концу. Так, они уже вышли, получается, сюда вот. А потом революция в Корее. Кстати, насчет Кореи. А здесь наша одна из северных Кореи, именно наша, которая, она здесь начала тащить. Захватил сейчас еще город вот этот вот. Все-таки не зря оружие послали, я еще, кстати, послал. Вот там, наверное, техника нужна. Наверное. Тейли, пехота, я не могу понять, что это за дивизия. Ну, короче, ладно, им винтовка хватит одних. Я еще пятерочку отправил, и пойдет. Сейчас по фокусам смотрите, чтобы нам выйти вообще вот сюда вот, нам нужно поддержка пары с 60%, а здесь уже 75%. Тут, конечно, она даст пятерочку, но этого не хватает. У нас тут положение не очень такое, знаете, завидное. Поэтому я все-таки сейчас прожимаю пропаганду нашей идеологии. Ну, как бы это временно нужно. Поэтому сейчас что я сделаю? Я, пожалуй, возьму три вот этих вот фокуса, которые дают нам стабильность, а потом еще политлазь соточку. Коллективизацию проводить не будем, потому что я их-то и взять не могу. Поэтому вот приватизацию сельхозпродукции проведем. Россия нападает на Латвию. Прекрасно. Сейчас посмотрим. Возьмем еще разрешение малых частных предприятий. В нашем 21 веке, принявшем маоистскую идеологию, некоторые мелкие частные предприятия могут быть разрешены до тех пор, пока они остаются под пристальным контролем государства. Но все равно они как бы будут под контролем. И государственный корпоративизм. Вот, как бы, наши обязательства перед народом. Но для того, чтобы выполнить все обещания, мы должны сотрудничать с китайскими корпоративными элементами. Тут политка плюс 50, тут вообще плюс 100. Супер. А вот, и сюда пока выходить не буду, я, пожалуй, что сделаю? Наверное, выйду сюда вот. А либо же есть вариант добить уже вот эти фокусы. Где два ребенка на семью антикоррупционной кампании, ослабление молодежной лиги, ликвидация больших тигров, централизация власти. И здесь везде, понимаете, коммунистические кадры ухудшают отношения. Здесь, здесь. И я боялся это всегда брать, потому что, я как уже говорил, тут условия есть, чтобы отношение было хорошее. Поэтому я это откладывал. Не знаю, может опять отложить? Чуть позже выйдем в Индию. Я сейчас хочу политку нормально накопить. Сделать влияние побольше в Японии. Сейчас у нас 59. Ух ты, она упала, гад, надо. Сейчас давайте мы что-то построим. Вот побольше инфраструктуры, давай-ка четверочку. Оно сильно не прибавляет. Ну, короче, буду я это дело прожимать. Переворот. А, пока что западные диалоги. Они пока что монархи упразднили, но идеология их не сменилась. Черт, они сейчас выходят сюда вот. Может пока Японию отложить, да позаниматься в Индии. Возможно, так стоит поступить. Ладно, сейчас возьмем эти три фокуса и будем переключаться на Индию. Я смотрю то, что она ушла с этих вот фокусов. Взяла вот это. А, революцию в Корене. Японская компартия должна быть у власти, чтобы она взяла этот фокус. Ну, я надеюсь, то, что сейчас оно должно расти у тебя. Казахстан предлагает провести. Ну, давайте проведем. Учение эстоник. Так, ну, давайте посмотрим. Россия сраж... Ага. О, Россия-то ведь начала сейчас третью мировую. Лилиновский. А что ты делаешь? Все-таки Прибалтик-то... Тебе-то нафига нужна? М? Нафига вот нужна была ему эта Прибалтика? Он-то напал на Латвию, получается. Конец республи... Куда ты выходишь? Куда ты... А, пока еще думает. После этого фокуса посмотрим, куда он выйдет. Ну, и тут, как бы, еще и Литва помогает в этом всем. Класс. Польша пока войну не вступила, остальные части этого альянса пока тоже. В общем, да, третья мировая началась. А мы такие, судим, добренькие. Будь мы сейчас агрессивными, мы бы уже вступили, бы уже бы и начали. Опа, смотрите. Бангладеш подал заявку на получение статуса наблюдателя ШОС. Новое государство желает наблюдать за работой ШОС. Возможно, в конечном итоге стать полноправным членом организации. Мы не видим причин, по которым их просьба не должна быть удовлетворена. Да, конечно. Вот оно что. А я думал, там вообще этого не будет происходить. Думал, боганулась, ты ей пофиг. Может, это вообще не проработано. А, ну нет. Они реально отправляют нам запросы и хотят вступить в ШОС. Опа-на. Поповнула Гвинея. Конечно. Давай-ка к нам. Нормально. Жалко, вот нельзя взять и нажать, чтобы у нас показались все члены ШОС. Прям вот на карте. Так, смотрите, что я сейчас сделал. Я, в общем, поднял налоги на 5%. Было 25, теперь 30. Все дело в том, что наш доход был в день 1 миллиард. Ну, это несерьезно. Я поднял сейчас до 30, и теперь у нас доход 3 миллиарда с копейками. Теперь можем нормально инвестировать в другие страны, потому что с единичкой я нормально этого делать не мог. Я инвестировал сюда, вот сюда в Японию еще поднять, чтобы здесь процент... Ну, опять подупал немного. Было 73. Ну, через политку уже подниму. Также у нас Бангладеш 36%. А, нужно 40, кстати. А, нужно 40. Надо еще что-то построить такое. Вон, авиабазы давайте. Восьмерочку. С Непалом вообще прекрасно. 47, а нужно там 20 было. Это я переборщил немного. У нас, кстати, неплохие проценты в Африке. Я даже особо внимания не обращался сюда. А здесь у нас в Кении 39%. Мазамике 33. Вот Мазамик еще меня брал займы. В Танзании жалко. 7% всего лишь мало. Ну, тут 8. У нас больше на Востоке, конечно, влияние. Та же самая вот Сомали. 90% я еще немного ей оружие отправил. И у нас еще вот как бы на Эфиопию 18%. Ритрия 6. Джигуте 5. На Судан 8 вообще. А здесь на Аравийском полуострове есть что-то у нас по процентам. Ну, тут фигня по сути. Ладно. Конечно, вместо повышения налога я мог взять, допустим, долг повысить. Да, там, триллиона, допустим. Там не сильно большая была процентная ставка. Все равно мы бы окупали бы этот долг. Поэтому, типа, так нормально делать. Но я решил через налоги. Ну, то есть, налоги подняли. Пусть население платит. А я эти деньги, которые буду получать от населения, буду отдавать другим странам. Как бы, ну, нормально. Зато мы зарабатываем. Смотрите, инвестиции. 5 триллионов с копейками уже. Ну, а пока что индийский субконтинент. К югу от Тибета пролегает огромный субконтинент, где-то господствует соперничество между Индией и Пакистаном. Мы должны тщательно продумать наш подход к этому резко разделенному региону. Берем этот фокус и теперь выходим в поддержку непальских маоистов. В Непале существует множество коммунистических партий, включая маоистические. Эти партии в последние годы набирают все больше популярности, хотя мы исторически избегали участия в непальской политике. Нам, возможно, будет полезно бросить свой вес на тех, кто разделяет с нами идеологическую близость. У нас сейчас минус 28. Ну, мы там будем, конечно, сильно опускать. Этот процент. На 2. Тут еще на 1. На 5 здесь. Потом опять на 5. И на 10. Что-то нам нужно было повоевать где-нибудь, где поменьше давали агрессивности. Ну, с Тайванем минус там США, с Японией тоже минус там США. Повоевать, по сути, негде. Нам было. Мне кажется, сейчас проще субриковать претензию. А мы можем. А тут сотка мировой напряженности надо. Ладно. Тогда через фокусы. Окей, потом выходим в гарантию Бангладешу. Несмотря на первоначальные тесные связи с Индией, Бангладеш в последние десятилетия был втянут в нашу орбиту, мы можем помочь облегчить эту тенденцию, предоставив Бангладешу самовоенную защиту. Будут введены в действие отношения гарантировать независимость с государством Бангладеша. Так, ну пока что я повышаю здесь наше влияние. А, можем, кстати, экономическую помощь предоставить. О, 3% нам дадут. 22, правда, миллиарда. Ну, давайте. Почему бы и нет? Бангладеш принимает. Все, кстати, у нас сейчас 40% с ним. И, кстати, у нас сейчас 4000 долларов ВВП на душу населения. Мы теперь уже... Что тут? 4000 долларов на человека означает, что страна довольно бедна, но большинство семей могут позволить себе хотя бы элементарной бытовой принадлежности и пропитание. Опа-на, а теперь Попоа Новая Гвинея хочет стать уже членом. Была она наблюдателем, а теперь она полноправный, самый настоящий член. Берем. О, отлично. И что мы здесь с тобой делать? Ты появилась у нас тут? Попоа. Попоа. А ты где? Может, вот так вот пощелкать? Эй, ты появишься? Что-то не появляется. Ну ладно, давайте совместное упражнение опускать его с Узбекистана. Ну, что-то нет. По его влиянию, чтобы поражать манипулирование политикой, все-таки без переворота будем сами, потому что там оно чуть-чуть растет, нужно просто подталкивать и не будем рисковать. Вот так вот просто мы здесь сменим правительство, а потом уже будем делать марионеткой. А также здесь страны в Африке есть, и сейчас я продолжаю застраивать, продолжаю займы предоставлять и оружие кидать. Кстати, насчет Непала, тут у нас 52%. Давайте-ка займ, о, принимает. И оружие. Давайте-ка транспорт. А ты, ну ладно. Тут его можно присоединить в темпе уже. О, вот, смотрите, пришло сообщение нам. После постепенного процесса интеграции, Андриан Лам сегодня объявил о членстве своей страны в Шанхайской Организации Сотрудничества. Обнадеживающие наблюдатели изображают это как дальнейшее развитие регионального экономического и политического сотрудничества на Евразийском континенте. В то время как более пессимистические аналитики ситууют на растущем влиянии Китая и угрозу, которую он представляет для существующего мирового порядка. Хороший день для дипломатий. Вот. Оказать помощь в целях развития. Прожимаем. А я бы тебя поразвивал бы, конечно. Тут Россия 4%, кстати. Нормально. Так, ну а мы здесь что делаем? А здесь 54%. Я не знаю насчет переворота. Шанс то, что у нас получится 43. То, что не получится 52. Поехали. Фух. Получилось. Так, здесь 68%. Оп, прожал. Ну, нифига не помогло. Давайте-ка лучше экономическую помощь. Принимает. Сейчас добью до 80. О, оружие можно отправить. Прими только. Принимает. 72. Торговое соглашение. 73. И сделаем сейчас моего марионеткой. Будем атаковать еще и с этой стороны Индию. Так, я сейчас не понял. Посмотрите-ка. Россия напала. На Литву мне выскочалось сообщение. А Литва? А Литва-то ведь в этом самом, в Украинском альянсе. Подожди-ка. А это что такое? А, это Франция. Здесь натовцы делают выстки. Это сейчас же Россия начнет войну с Украины, с Польшей, с Румынией. Так она же еще и с НАТО воюет. Вот она, кстати, образовалась уже. Вот она уже образовалась. Вот такая вот здесь красота у нас. Ладно. Войну, конечно, сразу не вступит. Сделает это постепенно. Но фронт будет просто огромный у нее. Так, а здесь Непал. 78% еще раз я прожимаю. Вот это. И вот так. 80% делаем марионетку. Готово. Какой запад? Ты шо офигел? Какой запад? Не надо, отключай. Здесь в Африке я также предоставляю эти займы. Так что ж ты отменяешь? Ладно. Здесь 45% уже. Подожду, пока откатится. Еще раз прожму. Сейчас я беру фокус противостояния на пути через Даклам. Даклам это китайская территория, и поэтому мы должны иметь возможность свободно перемещать через нее войска и строительную технику, если пожелаем. Если Бутана и Индия хотят ответить, то пусть отвечают. Это будет хорошая возможность проверить их боеготовность. Так, агрессия, конечно, двушек повышается, и у нас событие. Суверенитет Бутана нарушен. Так, насчет Бутана мы здесь войска рядом держим. Мало, конечно, как-то, может я... На всякий случай. Двушечку сюда вот переведу. Можно единичку еще сюда вот. О, погнали. Если вы, конечно, успеете, там осталось немного. Так, я решение прожал, получил еще политку. Чуть коплю и думаем насчет Японии. Там нужно уже решение принимать. Потому что, смотрите, здесь их реакционерная идеология просто падает со временем. И нужно проводить здесь переворот. Потому что просто упадет оно, и они никогда не перекатятся в коммунизм. В общем, сами они не смогут. Я манипулировать политикой не могу, потому что оно нападает. Я повышаю, оно падает. Я трачу политлазь. Фигня, короче. А здесь Индия развернула войска, чтобы остановить строительство дороги. Сотни солдат пересекли границы между нашей и их территориями, якобы в ответ на наше вторжение на территорию Бутана. Оставляя в стороне абсурдность этого утверждения, мы должны решить, следует ли разойтись и избежать вооруженной конфронтации. Или обострить нынешнюю ситуацию. Ам... Вообще мы должны стоять на своем. Погнали. Кстати, можно прожать строительство военного завода в Бутане. А, да ну нафиг мне это надо. Давайте, как лучше сейчас мы выходим в милитаризацию порта Гвадар. После него уже можно будет перейти сюда. Фокус только после этого откроется. Выход из состава Пакистана, то есть прекращать гарантировать независимость, кончание военных совместных учений. Он наша марионетка, какой смысл сюда выходить? Выходим, железные братья. Китай и Пакистан являются близкими стратегическими партнерами, и эти отношения должны быть сохранены для взаимной выгоды. Наш общий индийский враг не может противостоять нашей общей мощи. Особенно, когда Пакистан наша марионетка. Выхожу сюда, потом совместные военные проекты. Мы вступим в китайско-пакистанские исследования в группу. Милитаризация порта здесь. Нужно влияние повысить. И агрессивность тоже на 2 повысится. И потом мы выходим уже сюда. Нанесение удара через Гималайи. Вот там уже приграничный конфликт будет. А пока что насчет Японии давайте решим вопрос. Так, здесь у нас 54% влияния. Попытка переворота. Если попробуем, то 33% шанс то, что у нас получится. 61% то, что нифига не получится. И 4% то, что начнется гражданская война. Сейчас у нас 54% влияния. И это мало. На самом деле это мало, и нужно как-то повысить. Военный завод. Мне бы инфраструктура, но у тебя уже везде она прокачана, поэтому давай-ка военный завод. Ну, ну, совсем тут чуть-чуть поднялось. Это фигня. Поэтому нужно сейчас тратить политку. 57, 58. А, нужно 200 политки. А у меня 264. А, все, берем. Так, 36% шанс то, что у нас все получится. 58% то, что не получится. Сейчас я думаю, что стоит поделать. Я подкоплю еще немного политластием. Подниму здесь я влияние наше. Давайте-ка даже вот так вот сделаем. И уже потом пойдем переворот делать. Потому что рисковать сильно. Процент меня не устраивает вообще. Тем более я сейчас повысил еще финансирование разведки и полиции. Это снижает немного прирост политласти нашей. Поэтому такая тема есть. Но зато я прожал здесь. У нас где кибербезопасность. Кибербезопасность. Вот. Средние инвестиции в инфраструктуру кибербезопасности. Да, мы сейчас получаем меньше политки из-за того, что я взял инвестиции в полицию и разведку. Но зато теперь у нас не тырят эти самые разведданные. А когда у нас их тырят, мы теряем политлайз. Поэтому я там так посчитал, что выгоднее нам отбивать атаки. И получать политлайз с этого, кстати. Ну, не, ну я, конечно, извиняюсь. А что здесь происходит? Эстония. Ты что творишь? Франция. Она захватила Кубань. Крусандар, а яблоки тырят, а? Капец. Надо мстить. Треть виноград. Так, ну а Россия, она немного не справляется по войскам. У нее штук 150 дивизий. Жириновский. Ты как вообще на посту царя? Нормально. Российский милитаризм. Новый царь. Династия Романовых. Хорошо, ты себя приписываешь. Царь Жириновский. Монархист. Нормально. Ну и Калининград, кстати, захватили американцы и удерживают его у себя. Тут, конечно, России нужно войска вообще отводить. Абхазия капитулирует. Пусть теперь она будет у Франции. Так, ну а тем временем я почти накопил политку. Здесь у меня 62% влияния. Давайте-ка оружие. Согласись. Да что ж ты будешь делать? 61%. Но дальше идти слишком дорого по политке. Конечно, можно сейчас подождать, пока фокус этот пройдет. Последеть без фокуса вот этого, чтобы с три политка росла. И потом попробовать поднять процент и, собственно, провести переворот. Но на самом деле мне пофиг, я панк, поэтому, в принципе, поехали. А, подожди, не хватает немножко. Тут галочка, что 200, а оно как бы... Подожди, Китай и Япония имеют разные идеологии. Подожди, она перекатилась, что ли? Она перекат... А я ничего не нажимал. А давно она так интересно перекатилась? По любасу. Я тут гоняю эти проценты. Там уже в комментах пишут, что ты что делаешь? Тут как бы вон, идеология какая. А я сижу гоняю проценты, трачу политку. Надо будет на видосе глянуть, в какой момент она стала все-таки реакционной. И сколько я политки потратил уже на нее. Ну, как бы на самом деле мне сейчас влияние в любом случае повышать нужно, потому что превратить в маринетку ее нужно. А вот хотя бы переворот не пришлось делать. Революция в Корее. Вот сейчас посмотрим, что это такое будет. Оно, конечно, не очень-то и сильно здесь выглядит. События Японии стремятся распространить революцию. А вот в Тайване это уже интересно. Ну, тут через, понимаете, войну. Если Япония нападет на Тайвань, то как бы... Американцы такие, оба, нифига себе, поворот какой. Насчет здесь Кореи нашей, северной, именно нашей. Я отправил сюда Аташи, чтобы посмотреть, что у них по войскам. Что-то надо было сразу это сделать. Вижу то, что танков у них не хватает, походу. Можно еще отправить, может быть... Давайте посмотрим, что у них здесь такое интересное. Вот это. Или прикрытие танков. И 500 тоже. Ну и 10 тысяч калашей. Погнали. Так, железные братья сейчас я взял. И теперь мы выходим в разрыв цепей. Пришло время, раз и навсегда, отделить Японию от американского влияния. Обеспечение вывода американских войск сделает наше положение в области безопасности в регионе значительно более выгодным. Япония получит контроль над базой Окинавы. Повышение даже внутренней независимости, нифига себе. Ну и, короче, она от Америки отказывается, все. Так, ну вы тут... Давайте держитесь-то. На смысле, не держитесь, а даже проходите. Вон, столица, конечно, у них далековато. Можно посмотреть, где там как? Ну, КНДР почти капитулировала. Там, скорее всего, даже столицу брать не придется. Угу. По потерям, конечно, нифига себе. В Северной Корее полмиллиона потеряла. А КНДР 127 тысяч. Нифига себе, экономно кака. Тут, скорее всего, просто эти убиваются, да. Кстати, здесь прощелкивал страны и обратил внимание на то, что... Конго. Посмотрите, влияние 75% у нас. Офигеть. Сейчас, что я хочу сделать? Вот так вот. Пятерочку. Боже, у тебя здесь инфраструктура хорошая. О, вот здесь можно построить десяточку. Вроде, когда делаю я вот так, оно больше дает. Это как бы в теории я не считал. 79. Теперь. Вот так. Опа-на. Прикиньте, на ровном месте нашел себе марионетку. Тут у них как-то влияние растет само по себе, я замечаю. Поэтому, как бы... Вот я сейчас прощелкиваю. Посмотрю, может, какие-то похожие страны есть, где у нас куча влияния. Офигеть. Плюс еще одна марионетка. Так, ну а Кения 45%. Давайте-ка. О, 47 уже. Здесь 45. 47. Тут, конечно, не обручено. Тут оно просто так... Ах, ты отказываешься. Япония спаривает наше влияние в Корее. Ох ты, нифига себе. Что ты прям на эту Корею засматриваешься? Ну, с удовольствием засматриваешься. Мне не надо это влияние, само растет. Но странно оно как бы само растет. И у некоторых, вот как, допустим, у Конга, оно что-то прям в космос улетело. И Япония напала на Корею. Япония стремится распространить революцию. Народ Кореи отчаянно нуждается в освобождении. Его рабочие должны быть освобождены. Об этом заявил генеральный секретарь Компартии Японии в Токио. Это полная новизна во внешней политике и может означать войну в Восточной Азии в перспективе. Да уже ж она началась. Бангладеш займ... О, давайте. И так, тут 37%, а теперь будет... Ой, надо было вот так вот сделать. Может, оно лучше будет. 84. Опа! Здравствуйте. Рашид, здравствуйте. Так, а теперь у нас еще и Бангладеш в море нет. Как тут пройти пешочком? А вот Япония, ты ведь воюешь сейчас с Кореей и, соответственно, ты воюешь сейчас еще и с Америкой. Так ведь? Ну, здесь Корею гарантирует Америка. Но пока что Америка ничего не это. Революция в Тайване еще на Тайвань нападет, кстати. У меня сейчас 63% влияния на Вьетнам. Я хочу провести переворот. Ну, доступно будешь? У меня же как бы 200 больше, чем 200 уже. Эй, появись. Спасибо. Так, процент 47, то, что получится. 5, то, что не получится. И 47, то, что будет гражданка. Поехали. Получилось? Yes. Итак, у меня 75% сейчас влияния есть. Доходим сейчас до Мариентки. И еще Вьетнам тоже становится зависим от нас. Вот так вот мы с ним и разберемся, в принципе. Так, смотрите, что здесь происходит. Американцы сделали выездку в Владивосток. С японцами они, кстати, до сих пор не воюют. Хотя японцы напали уже и на Тайвань. Заметьте. Кстати, у Японии вообще долго нету. И она 6 триллионов имеет. Нифига себе. На счету своим. Американцы тоже, ну, примерно, тоже, кстати, число. 6500, 6800. Долг 0. Инвестиции 4 триллиона. У этих 2 триллиона у нас 5 триллионов с половиной. У России, ну, у России долг 3 триллиона. Что-то как-то плохой экономист. Вот из Жириновского, как мне кажется. Ну, в этой игре, как в жизни, я не знаю. А вот в игре как-то не очень. А, может, это война. Может, из-за войны, так что. Вполне может, такое из-за войны быть. План войны в Швеции. Ну, сейчас самое главное вот его обсуждать. Ну, потому что здесь война скоро закончится. Россия победит. И поэтому с Швецией разбираться придется. Капец, тут до Москвы совсем чуть-чуть осталось. А по войскам, ну, примерно, такое же число. Ну, тут не хватает просто этого. Блин, просто их не хватает и все. Вьетнамщик. Давай-ка, помощь на тебе. 78. 79. Ай, давай что-то построю где-нибудь вот тут, чтобы нормально было. Давай-ка вот так. О! А чтобы взять этот фокус, мне нужно выполнить фокус китайско-пакистанский экономический коридор. Экономический коридор. А, нет, там зависим. Они наша маринетка. Ну, какой экономический коридор? А фокус находится вот этот... Где-где-где? Вот здесь. Ну, благо, сейчас можем взять новый большой скачок. По 35 дней все эти фокусы. А, тут уже по 70 пошли. Класс. Не, вот эти по 35. Короче, в темпе все это я буду брать сейчас. Большой скачок вперед МАО был сделан с благими намерениями, но плохо реализован местными чиновниками. Мы позаботимся о том, чтобы не было допущено подобных ошибок, когда мы вновь попытаемся развить экономику Китая с помощью маоевских идеалов. Вот хорошо, что я взял, пошел вот по правой ветке, потому что, если бы пошел по левой, то выходить приходилось бы через вот это. А тут, ну, долговато как-то. Да и нельзя это пока брать нам. А вот, а потом выйдем сюда вот. О, военные расходы будем поднимать. Класс. Проект Норинко. Крупнейшая оборона корпораций в Китае, а также одна из крупнейших в мире. Инвестиции в Норинко значительно повысят качество военной техники нашей страны. Потратим 3 миллиарда, ну фигня, в принципе, я трачу больше на спонсирование Африки. Ох ты, даже мнение повысится военно-промышленного комплекса, но увлеченно. О, нам и увлекаться будет неплохо, мы им тоже, судя по этим бонусам. Пойдет. През 12% тут намного чего. Хорошо. Так, Дальний Восток. Ну, США, понятно. Словения выходит из Европейского Союза. Поздравляем мы ее. Но пока они тут держатся. Пока что. А насчет Японии взял же этот фокус. А теперь она берет, кстати, красную процветающую сферу. О ты, блин! Она могла взять Пекин и Токио, чтобы пригласить меня в Японский Союз. И мы бы вошли в один альянс. Я бы воевал бы с Кореей, с Тайванем. И тут бы точно 100% подключилась Америка к войне. Вот я вам гарантирую. Я даже рад, что она бы туда не пошла. Марионеткой мы ее сделаем, но чуть-чуть попозже. Так, здесь превращаем в марионетку мы Вьетнам. Здравствуйте. Готово. Итак, осталось только здесь Камбоджа и Таиланд. Ну, и, конечно же, Бирма. Это как бы... Ну, с Бирмой будет проще всего. Камбоджа больше всего зависела от Вьетнама. Сейчас процент уже 15. Давайте ей деньги выделим. Ах ты, не хочет. А вот на Таиланд не можем. У него ВВП выше, чем наш. Тогда возьми оружие. Ну, ладно. Главное то, что Вьетнама сейчас взяли. Уже неплохо. И цвет теперь островов. Вон какой. Еще часть островов мы получили. А, нам сюда выйти нельзя, потому что военных заводов больше 75 надо. А у нас сейчас сколько их? А у нас их 52. Вообще, я хотел бы себе такой челлендж устроить. Проводить кампанию. Без строительства вообще военных заводов. Мы играем за мажора, за сильную страну. Поэтому можно себе палки в колеса поставлять. Чтобы было поинтереснее. Кстати, напишите в комментах, как вы думаете, стоит. Мне здесь вообще всю кампанию военные заводы вообще не строить. Совсем. А получать мы их можем через море неток. Мы получаем долю от их экономики. И тем самым можем 75 все-таки накопить через море нетки. Как бы стимул будет их делать. Ну, хотя это долговато. Но с кучей фокусов. Можем их брать, пока будем копить эти военные заводы через море неток. Поэтому, в любом случае, напишите в комментах, как вы хотите, чтобы я поступил. Я, в принципе, могу не строить военные заводы. Даже интересно будет. Но сюда вот мы выходим. Развитие мегапроектов. Получили политласть. Теперь, когда мы начали раскрывать экономический потенциал Китая, у нас появилась возможность реализовать инфраструктурные проекты беспрецедентного масштаба. Я выйду сюда вот, а потом в Японию. Здесь, чтобы остальное взять, нужно мнение. Как бы хотя бы ноль, чтобы было. А Япония, тем более, мы тут коллеги, поэтому возьму. Но, в первую очередь, мне нужно будет решить вопрос с водой. Потому что у нас здесь есть некоторые проблемы. А также война с Индией. Но это уже в следующей серии, пускай будет. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке в нашей группе ВКонтакте. Пишите там вопросы на сцене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы не пропускать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить крутые бонусы. А также играйте в мультиплеерные партии. Или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, посылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбр. Спасибо большое за просмотр. До встречи.